Итак, всем привет! С вами снова Константин Калуцкий, и сегодня мы продолжаем наш разговор о чемпионате мира по футболу, который превращается, ну, вы знаете, в что-то крайне специфическое. Потому что раньше мы привыкли, что чемпионат мира — это турнир, куда отбираются лучшие команды со всех континентов и дальше играют между собой, определяют победителя. Сейчас же мы столкнулись с ситуацией, что чемпионат мира — это турнир, куда пускают определенные страны, которые являются правильными. Правильными с политической точки зрения, правильными с медийной точки зрения, которых освещают как хороших парней и которых можно пустить на чемпионат мира. И вот в результате мы видим, что Россию не пустили на Мундиаль, не дали сыграть стыковые матчи с поляками. Плюс к этому появляется все больше сообщений о том, что украинскую сборную могут пустить на чемпионат мира в обход стыковых матчей. То есть все те команды, которые могут сыграть с украинцами в стыках, они пускай отдыхают и смотрят телевизор. Украинская федерация получит эксклюзивную путевку в обход этих самых стыковых матчей. Ну и знаете, дополнительной такой фишечкой может стать еще и выход, возможный выход итальянцев на чемпионат мира. Вы скажете, как так? Итальянцы, они же тут недавно облажались с Северной Македонией. Даже первого соперника не прошли. Но вот ведь незадача. Появилась информация, что итальянцев могут взять, внимание, вместо иранцев. Потому что иранцы тоже плохие, их могут отстранить и вместо них могут взять итальянскую сборную. В общем, шиза еще та. Давайте все это обсудим. Давайте обсудим, как чемпионат мира по футболу превращается из спортивного мероприятия в какую-то политизированную показу. Но сперва хотелось бы напомнить, что наш спонсор компания Балтбет. И она предлагает специальную акцию для подписчиков моего канала. Если вы пройдете по ссылочке в закрепленном комментарии и зарегистрируетесь на сайте Балтбет, а также ведете промокод, который также указан в закрепленном комментарии к этому ролику, то вы получите бонус. Три бесплатные ставки. Дерзайте, ребят. Это ваш шанс заработать деньги, ничем не рискуя. Итак, касательно отстранения сборной России я уже высказывался сотню раз. 101-й раз высказываться здесь не буду. Если что, посмотрите мои предыдущие ролики на эту тему. Я в конце видео оставлю всплывающие подсказки. Можете там перейти на предыдущие записи. Здесь давайте сосредоточимся на новых кейсах. Во-первых, на том, что Украина может в обход стыковых матчей попасть на чемпионат мира. Уже сообщается, что шотландцы там согласны пропустить Украину вперед. Что потенциальные соперники Украины по финальному матчу стыковому также согласны пропустить Украину вперед. В общем, знаете, с одной стороны, конечно, кто-то может сказать, что нужно поддерживать государство в рамках, так скажем, нынешней политической обстановки и так далее и тому подобное. Но, во-первых, откровенно говоря, не совсем понятно, каким образом попадание сборной Украины на мундиаль поможет им справиться с имеющимися проблемами. Ну, не совсем ясно, во-первых. Во-вторых, ну, давайте будем откровенны, спортивный принцип все-таки таким образом будет окончательно добит. И так у многих были вопросы, насколько допустимо, что Россию отстранили от стыковых матчей и таким образом дали тем же самым полякам преимущество. Потому что шведы, которые в итоге полякам проиграли, они перед этим матчем с поляками потратили силы на чехов, на то, чтобы сыграть с ними. И дальше поляки смогли пробиться в финальный этап чемпионата мира. В том числе за счет того, что вот Польша, жалуясь и направляя всякие кляузы в УЕФА, добилась того, чтобы сборную России отчислили от стыковых матчей. Вот понимаете, в этих условиях многие даже на поляков обиделись. Посчитали, что они не совсем обоснованно получили преимущество. А здесь несколько стран, которые куда-то там пробивались, чего-то добивались, хотели попасть на чемпионат мира, пробились в стыке. Сейчас их будут просто прогибать через колено. Потому что, понятное дело, ни один вменяемый спортсмен даже в этой ситуации не согласится просто так взять и отдать победу своему сопернику. У спортсменов все-таки есть спортивный дух, который не позволит им такую фигню сотворить. Но мы понимаем, что практически все возможные соперники, скажем так, Украины и Шотландии и Уэльс, они представители Великобритании. И там, ну скажем так, повесточка зачастую превалирует над спортивным содержанием. И там реально могут надавить что на тех, что на других, и дать им намек, что, ребят, давайте-ка вы пропустите Украину вперед. И в результате не совсем понятно, а за что бороются эти футболисты и так далее. В общем, здесь ситуация максимально ужасна со спортивной точки зрения. Спортивный принцип будет нарушен. И главное, ради чего? Ради того, чтобы сборная Украины попала на чемпионат мира и превратила Мундиаль в политическую показуху? То есть в прошлый раз мы помним, чем закончилось выступление сборной Украины на Евро. После каждого матча президент Зеленский пиарился и пиарил, собственно, свою власть, как бы намекая, что именно благодаря ему, как, видимо, сборная Украины побеждает. Украинская сборная приперлась на чемпионат Европы с националистическими лозунгами, которые использовались ОУН УПА и всеми известными формированиями. В итоге им пришлось еще и частично закрывать этот лозунг. Нужно понимать, что на чемпионате мира, если их туда пустят по политическим причинам, им не то что разрешат этот лозунг, им, наверное, разрешат выйти, не знаю, там, в майках с символикой дивизии СС Галичина, наверное. Или можно сразу там Адика Алоизовича вот так вот, знаете, большим таким вот мазком на форму нанести сверху. Ну, в конце концов, всем известно, что в 1941 году в акте о возрождении украинского государства Степан Бандера сказал, что мы сотрудничаем с Адольфом Гитлером. Ну, так почему не продлить эту тему? Бандеровский лозунг и рядом Адик Алоизович. Ну, вполне себе логично и вполне себе целостно. Вот, понимаете, вот до этого всего дойдет, в итоге из спортивного состязания мы получим сраную показуху. И это будет вдвойне лицемерно, знаете почему? Потому что чемпионат мира проводится в Катаре. В той самой стране, которая сейчас ведет военную агрессию против Йемена. Убивают там детей, женщин, сотни тысяч, кстати, погибли в Йемене за годы войны, которые спонсируются и в том числе ведется Катаром, где будет проводиться чемпионат мира по футболу. Куда они пустили Россию, потому что она проводит военную операцию в Украине. Я понимаю, что некоторые люди скажут, ты не понимаешь, это другое, но это ни хера не другое. Это называется ебаная лицемерие. И вы знаете, если действовать по этой логике, давайте пожалеем и пустим Украину, ну, давайте тогда пустим на чемпионат мира по футболу все те страны, которые бомбила США за время своего существования. Я боюсь, учитывая миролюбивость Соединенных Штатов Америки, что мест на чемпионате мира по футболу не хватит для всех тех стран, куда США принесла демократию на ракетах и бомбами. Вот получается, что здесь придется чемпионат мира расширять для всех обиженных и оскорбленных. Ну и получается, что здесь как-то не работают единые ценности. В одних случаях одна система координат, в других другая. Ну а что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и YouTube канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока.